Ай, снова здравствуйте. Ругался сегодня матом. Вчера хотел сделать обзор на телефон. Оказалось, у меня адаптеры закончились. В магазине они, оказывается, стоят 300 рублей. То, что ты на Али заказываешь за 10 с бесплатной до сих пор отправкой, стоит 300 рублей. Ну и кроссовки по десятке стали. В общем, ужас злой, как по самой небалуйся. Но зато пришла долгожданная посылка. Я ее очень ждал. Она пошла какими-то неисповедимыми путями. Зашла через дальний конец нашей необъятной родины. Но, наконец-то, дошла до меня. Продавец не убоялся. Указал, что это мобильный телефон. Ну, вроде, все дошло. Причем, это такая новинка, что нотификация, по-моему, это называется ФСБ, она еще не проходила. Поэтому, в принципе, могут и подзавернуть. Как неизвестный девайс. Ну, что? Коробка очень похожа на R6. Очень похожа на R6. И настолько я загорелся этим телефоном, что решил на него перейти сам со своего Lenovo Vibe P1, которым я пользуюсь на данный момент. Что можно сказать об этом телефоне? Заявляется, ну, красиво. 5,5 Full HD 1080 на 1920 дисплей. 2,5D скругленный экран. Сенсор на 5 точек. Почему не на 10? Ну, да ладно. 5 мне хватит, если что. Процессор MT6750. Восьмиядерная тактовая частота 1,5 ГГц. Графический процессор Mali. Т860MP2. 650 МГц. Передняя камера. 8 Мп. С функцией автоматического улучшения красоты селфи. А тыльная камера. 13 Мп. Самсунг с интерполяцией. До 18 Мп. Помимо прочего, там еще линза идет с синим напылением. Предохраняет от отпечатков и запыления. Так, сейчас выну. Давайте пока почитаю о нем. Индикатор и давление из настройка на 3 цвета. Сканер отпечатков. 2 нано-сим-карты. Твою мать, отец любил, на кой ляд я покупал переходник, если он нано-сим-карты жрет. Ёшкин ты кот. Господи, что ты боже мой. Вот я дурила. Картонная. Вот. И что в плюсе? Батарейка на 6000 мА. Разъем Type-C 2.0 с поддержкой быстрой зарядки 9 вольт на 2 ампера. УТГ поддерживает. Память 4 гига оперативки. 64 встройки. Ну и 4G ловит. Вынимайся. Так, ладно. Потянем за веревочку. Тянем, 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 тянем. Вытянули. Телефон пока отложим. Давайте посмотрим, что внутри. Так, интересно немножко. Не сильно интересно, конечно. Внутри есть УТГ, да. Раз УТГ поддерживают, УТГ пожалуйста получите. При этом, по-моему, УТГ заявлялся оригинальный Blackview. Ну, что-то он как-то, по-моему, на оригинальный не похож. По продавцам, кто хороший, кто плохой. Не скажу. Сложно судить. Потому что, блин, один и тот же продавец. Кто отправлял, отправлял. То бах, начал какие-то задержки делать. А отправил другой. Поэтому я ссылку общую на него дам. Ключик, силиконовый бампер, пленочка и инструкция. Ничего особо интересного нет. Ключик мы, давайте, отложим. Итак, сам телефон. Момент истины. Я его ждал, ждал. Вот не могу сейчас вспомнить, через что он зашел. Через какой-то дальний-предальний конец нашей необъятной страны он зашел. Так, ну, смотрите. Транспортировочную пленку мы снимаем вообще сразу же. Да, дополнительно есть еще одна пленка. Как раз давайте померяем. Я тут заказал стекло. Там, чуть ли не там, дней через 10 после того, как заказал телефон. Причем, я сначала заказал два телефона, потом заказал вот этот телефон. Значит, два телефона у меня там где-то бегают. Неизвестно, где стекло уже пришло. И вот пришел второй телефон. Стекла, ну, как всегда, AirVille. Правильно они называются? AirVille. Померяем, чтобы понимать. Ну, ребят, если честно, по стеклу, здесь вот можно было бы, конечно, немножко подувеличить. Взять, сделать его там точной копией пленки. Но в целом нормально. Стекло совпадает. Поклеим. Я просто не помню, какое здесь стекло. Что оно из себя представляет? Насколько оно защищенное? Что это вот за вот? След такой. Видно, нет напыления. Ну, вроде какой-то такой синеватый цвет есть. LED-овская... LED-овская одна только у нас тут подсветочку будет давать. Цельнометаллический такой. Нет, прикольно, ребят. Ну, пока прикольно. Лопаты большие я люблю. Пленка, конечно, это ужас. Большие лопаты я люблю. Прятать его, ну, не знаю, там... Вернусь, наверное, опять к своему кошельку. Уместится. Да, умещается без проблем. Универсальный кошелек нам в помощь. Какой-то темный. Темноватый он до безобразия. Ну, на чем тебя сфотографирует, я даже не знаю. Давайте, например, вот такую вот штукенцию положим. В какой-то момент она была вообще потрясающая. Ну, опять же, освещение наверняка она хочет. Качество фотографии и прочее, 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 прочее. Я думаю, будет адекватно сказать после того, как я им попользуюсь. Давайте поступим следующим образом. Да, назовем это первым знакомством. Значит, в подтверждение моих серьезных намерений к этому телефону. Я сейчас... Буш-буш-буш. Что-то сломал, нет? Вставлю сим-карту. И... Что, опять, что ли, бутерброд здесь только, да? Придется делать, мастерить. Что у нас тут нарисовано-то? А, вообще ничего не нарисовано. Но инструкция, скорее всего, на русском языке. Поэтому всегда можно будет и прочитать. 4G поддействует. Поддерживает. Да, Play Market есть. Ну, сейчас захочу, чтобы я авторизовался. Ну, вы знаете, по-моему, все-таки надо полноценно его сейчас будет потестить, походить. Вот, что точно скажу. Он тяжеловат. Да, он достаточно тяжелая машинка. По толщине... Да нет, ну, толщина достаточно адекватная. Вот. Машинка тяжелая. 6000 аккумулятор. Очень интересно. Значит, я сейчас пойду его стандартно, да? Там, похожу, позвоню, посмотрю. Там какие-то проблемы, может быть, у него выявятся. Вот. А от вас, ребят, ну, пожелания. Что вы хотите узнать про этот телефон? Какой-то специфический тест, возможно, да? И, там, буквально через какое-то время, я думаю, ну, как бы полноценно с вами его потестируем. А сейчас закачать бы на него все, что до этого было. И познакомиться поближе, наклеить стекло, ну, и так далее, и тому подобное. Жду от вас вопросов по телефону. Оставляйте их в комментариях. И, собственно говоря, скоро доделаю обзор. Вот, кстати, индикация одна уже светится о том, что мне пришла смс. В общем, вполне он мне нравится. Пошел знакомиться. С вами, ну, не прощаюсь, скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok